Средних общеобразовательных учреждений уже не хватает. Некоторые школы вынуждены работать в две смены. В то же время в сельских районах есть школы, в которых меньше 50 учеников. Вопрос о дальнейшей судьбе этих школ поднимался на совещаниях по итогам социально-экономического развития, которые прошли во всех муниципалитетах республики. Будут или нет закрывать малокомплектные школы, мы узнали у министра образования Чувашия Владимира Иванова. В последние дни начали поступать обращения граждан Чувашской республики по поводу слухов, которые ходят о закрытии школ, особенно сельской местности. Хотелось бы здесь ответственно подчеркнуть, что такой задачи не было и нет. Есть задача системы образования создать лучшие условия для обучения, в том числе сельских детей. Вы знаете, Чувашская республика входит в топ-10 школ, особенно по качеству образования сельских школ. И я думаю, это работа всех предуседует предыдущих лет, когда мы действительно создавали условия более крупные школы, чтобы дети могли туда приходить и получать качественное образование. Вот это результат десятилетней работы. Что касается возможности закрытия школ, это вынужденная мера в тех населенных пунктах, где есть доступность транспорта школьного автобуса. Там, где рядом школа хорошая, с профильным обучением, в том числе полная школа с полными классами, конечно, такие варианты мы рассматриваем. Но это не означает, что основной целью является закрытие школ. Основная цель всех мероприятий, которые мы проводим в этом году, это создание условий для занятий наших детей, достойных современных условий, чтобы дети получали качественное образование. Продолжение следует...